На портал Экзегет поступил вопрос. Человек грешен и должен постоянно каяться. Получается, что человек должен жить с постоянным ощущением, что он полное ничтожество. Нельзя себя не похвалить, не порадоваться своим успехом. Это очень строгие рамки, которые ведут к депрессии, а значит и к унынию, что также является грехом. Как можно решить этот парадокс и при всей своей грешности и порочности научиться радоваться жизни? Знаете, надо просто понять, какой истинный источник радости. То есть, конечно, радость – это хорошо. И даже у нас есть, в чем писание, слова такие очень интересные для нас и хорошие. Всегда радуйтесь. Но источник радости – это, с одной стороны, Бог, Бог гадать, с другой стороны, чистота нашей души. Без этого радоваться по-настоящему нельзя. Можно, конечно, радоваться греху. Вот если, допустим, алкоголик, наркоман находит свою эту дозу, соответственно, бутылку или… Он, конечно, очень радоваться в какой-то момент. Вот в момент нахождения этой дозы. Вот он, конечно, нассор, нашел или деньги, или саму эту дозу купил. Потом она использует и, естественно, губит себя. Это ложная радость. А истинная радость – это радость о Христе, о Духе Святом. Это радость от любви к нашему ближнему. И вот как раз, чтобы этой радостью уметь радоваться, надо бороться с эгоизмом, надо бороться с гордостью, надо бороться с другими грехами. Иначе эти грехи просто не помешают радоваться. Поэтому, когда мы с ними боремся, мы боремся за радость. Вот в вашей системе все хорошо. Вроде все так логически построено в вашем вопросе. Но не хватает очень существенной детали в рамках этого вопроса. Если так можно вылиться, самосущественная. Ну, это слово детально может не совсем хорошо потребить. Не хватает Бога. Вот если вести, что помнить, что есть Бог, и что покаяние – это не самоистязание, а покаяние перед Богом, и это диалог с Богом. И Бог на ваше покаяние отвечает со своей стороны. И дает вам облегчение души и радость. Тогда вы поймете, что каять в грехах своих – это именно путь к радости. И другого пути быть не может. Как то же самое лечение своего тела, самое больное – это путь к здоровью. Другой путь не может лить человека больного. Другого пути. Вот это надо понимать. И тогда вот это психологическое построение, как вроде всё время о грехе, и депрессии, и унынии, не будет. Не будет. И вы будете радоваться. Вот сколько я знаю и на собственном примере, и на примере своих прихожан, когда люди покаялись и такое облегчение души поручили. Я помню, когда я воцерковлялся, уже взрослым человеком, с уже полным сознанием, я уже светский вуз успел закончить. Я помню, какие-то были месяца и годы, когда я каялся слезами, и в то же время моя душа парила. Это, так сказать, медовый месяц с Богом. Моя душа парила. Была такая лёгкость и радость. Не всегда, конечно, непостоянная, не святой. И сейчас-то уж тогда тоже было от святости достаточно далёко. Но, тем не менее, вот это стремление к святости, ещё столько стремления, оно даёт вот эту полноту жизни, радость жизни. Поэтому не надо бояться каяться. Просто надо здесь подходить не психологично, а догматично и по-церковному, богословски. То есть, иначе говоря, пока нет расставания грехом, если не с Богом, а расцениваешься с Богом, у тебя будет вся полнота жизни, на которую только человек способен. И я наблюдал жизни подвижников, многочестия, и они каялись бескомпромиссно. Ну, и в 80 лет они были молодыми людьми по душе своей, и радовались жизни, и умели радоваться жизни, пройдя лагеря, войну, лагеря, преследования, непонимания, осуждения, так сказать, всего окружающего, так сказать, людей. Страшные искушения. И они не сломались, а радовались и любили каять человека. У них врагов не было. У них были одни друзья. Хотя даже те люди, которые пытались сломать их жизни, уничтожить, всё равно они к ним относились по-другому. Вот почему? Потому что они каялись в своих грехах. А вот если начинаешь тебя вот так вот... Где-то тут немножко порадоваться. Там, сям, отыскать только радости. Не забывая о том, что это следствие покаяния. Не надо сильно каяться, а то как бы в депрессию не впасть. Будет тупик. Радости-то не будет. Но будет радость от того, что выпил, от того, что денежку заработал. Такая приземлённая, примитивная радость. И очень временно, потому что чуть-чуть прошло, и всё же забыл от этой радости. Потому что это будет чисто внешнее. Часто даже удовлетворение, как удовлетворение твоей страсти. Закурил, конечно, тебе легче стало. Но это радость. Ты курильщика, да. Но мне некоторые знакомые через эту привычку умерли от рак лёгких. Вот поэтому не будем бояться каяться. Потому что покаяние в грехах своих, плачь о грехах своих. Это путь к радости. Другого пути нет. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!